Друзья, всем привет! Это канал Drive Your Life, я Константин Луговой. Сегодня я хочу с вами поговорить об одном химическом эксперименте, который вошел в историю науки, стал классическим и реально имел очень важное значение. Речь идет о так называемом эксперименте Миллера-Юри. Эксперимент Миллера-Юри был поставлен в Чикагском университете в 1953 году. Они попытались воссоздать атмосферу и условия древней примитивной планеты Земля. Для того, чтобы понять, возможно ли из простых веществ и примитивных химических соединений, которые тогда были на планете Земля, образование органических молекул, в том числе относительно сложных, которые могли бы потом эволюционировать в живые организмы. То есть, короче говоря, смысл эксперимента состоял в том, чтобы узнать, возможно ли из очень примитивных химических веществ в условиях древней планеты Земля образование таких органических уже веществ, которые впоследствии могли бы стать основой для появления жизни на планете. Ничего себе задачка, да? Как этот эксперимент ставился? Для этого Стэнли Миллер и Гарольд Юри брали две стеклянные колбы, соединяли сверху и снизу их такими трубками. Одну из колб они имели возможность нагревать, ну специальным нагревателем. И эта колба была наполовину заполнена водой. В другую колбу были внедрены электроды. К ним можно было подсоединять напряжение для того, чтобы получать электрический разряд внутри второй колбы. В колбу заканчивали те газы, которые, как сейчас считаются, были в атмосфере древней Земли. Это водород, угарный газ, аммиак и метан. И плюс к этому, как я сказал, одна из колб была наполовину заполнена водой. Она имела возможность нагреваться от нагревателя. И, соответственно, пятым компонентом этой газовой смеси был водяной пар. И вот эта вся система имела возможность циркулировать из одной колбы в другую, а потом из другой в первую. Миллер и Юрий начали, соответственно, нагревать нагреватель, получать циркуляцию этой всей системы по кругу. Во второй колбе они включали электрический разряд. Это была имитация молний. Как известно, на древней Земле очень часто были молнии. Эксперимент начался и длился много дней. И вот через две недели они вдруг обнаружили, что эта жидкость циркулирующая стала темнее. Стал меняться её цвет, что, как известно, является одним из надёжных признаков протекания химической реакции. После этого они отобрали пробу этой циркулирующей жидкости и попытались найти у них какие-то органические вещества. Так вот, оказалось, что в этой пробе, тогда, в 1953 году, они смогли идентифицировать 5 аминокислот. А аминокислоты, как известно, это не просто органические вещества. Это довольно сложные органические вещества, которые, к тому же, соединяясь друг с другом, могут образовывать белки. То есть, это самый, что ни на есть, прообраз будущих более сложных органических молекул, которые могли быть в реальных живых организмах. Но и это ещё не всё. Через 50 лет после эксперимента Миллера-Юри, учёные, получив более совершенное приборное оборудование, смогли идентифицировать в этой же жидкости уже 50 аминокислот. А это серьёзный результат. Другие люди проводили различные модификации этого эксперимента Миллера-Юри. Они там, ну, меняли какие-то немножко параметры, там, допустим, какой-то ещё сероводород, там, вводили в систему, там, и так далее. Все эти люди, которые занимались этой работой, они также смогли получить и не только аминокислоты, но и сахара. Они смогли получить таким образом, воссоздав условия древней планеты Земля, значительную часть сложных органических молекул, которые могли стать тем первичным стройматериалом, из которого дальше, в процессе дальнейших, более сложных химических реакций, могла зародиться первая жизнь. Как это принято в научном сообществе, этот эксперимент, конечно же, был подвергнут критике. Часто такой критики, которая, в общем, имела под собой основание. Наука, в отличие от религий, не боится критики, потому что от разумной критики, аргументированной, она становится только сильнее. Когда кто-то указывает на какие-то пробелы в работе другого человека, это становится стимулом для ещё других людей к тому, чтобы всё-таки этот пробел восполнить. То есть, чтобы заняться этим вопросом и раскрыть его. Модельный эксперимент не означает, что в реальности это происходило точно так, как люди получили в колбе. Конечно, нет. Это означает лишь то, что люди в колбе показали возможность того, то реально из простых неорганических веществ и примитивных неорганических химических соединений, в таких условиях действительно возможно образование довольно сложных органических молекул. Даже в таких примитивных условиях модельного эксперимента, этим учёным удалось получить такой потрясающий результат. Мне кажется, это интересно. Я с вами этим делюсь. И если вам это тоже нравится, то поставьте лайк. Кстати, кто были эти Стэнли Миллер и Гарольд Юри? Это тоже очень интересная история сама по себе. Ведь к 1953 году, когда этот эксперимент был поставлен, Гарольд Юри уже много лет как был Нобелевским лауреатом по химии. А за что? За открытие на минуточку до итерия. Он открыл изотоп водорода. И это само по себе ничего себе открытие. То есть это был потрясающе, уже признанный такой человек, профессор, лауреат Нобелевской премии. И через несколько лет он ставит эксперимент, который независимо от его Нобелевской работы, становится сам по себе классическим экспериментом и входит в историю науки. А Стэнли Миллер был его аспирантом на тот момент. Но он, насколько я сейчас понимаю, играл далеко не вторую скрипку реально в этом эксперименте. Насколько я понимаю, во многом это были его идеи. И поэтому, насколько я понимаю, он вполне заслуженно стоит на первом месте в названии этого эксперимента и в тех научных работах, которые его описывают. Вот так, друзья. Спасибо, что вы подписались на Драйве Лайф. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Мы время от времени будем возвращаться к химической теме и что-нибудь интересное для вас находить и рассказывать. Ну а пока до новых встреч. Всем всего доброго. Оставайтесь в Драйве Лайф. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok